Друзья, за моей спиной памятник одного из самых известных уроженцев Кустанайской области Ахмеда Байторсынова. Государственный и общественный деятель, член партии Алаш, просветитель, ученый, тюрколог, поэт и переводчик. За плечами этого выдающегося человека множество трудов и заслуг, о которых сегодня мы расскажем в рамках очередной лекции «Час добропорядочности». Он родился в 1873 году в селе Саратубек Жангельдинского района. Его отец Байтурсун Шошакула – потомок народного батыра Умбитая. С юных лет Ахмед проявлял храбрость и огромный интерес к знаниям. Накопив жизненный и профессиональный опыт, он ставит перед собой благородную цель – вложить свои усилия в образование казахских детей. «Чтобы не отстать от других, мы должны быть образованными и сильными. Для того, чтобы иметь знания, необходимо учиться. Чтобы быть богатым, нужно иметь дело. А для могущества необходимо единство и сплоченность. Для этих нужд необходимо работать, не покладая рук». В самом начале своего пути он открывает школу при дворе бая Ахмедкирея Хонуспаева. Затем школу в селе Аман-Карагай и на протяжении года учит детей. Вскоре после этого он переводится в двухлетнюю русско-казахскую школу в городе Кустанай. Вот так начинается плодотворная педагогическая деятельность Ахмеда Байтурсунова. И вот что пишет об этом сам поэр. «Сеятель человечности, вышел я в путь. Пошел туда, где нет зелени, цветов. Посеял там зерна человечности, дабы счастья людям подарить». Байтурсынов четко понимал, что просвещение, образование принесет ощутимую пользу народу лишь в условиях свободы и общественных перемен. Он ездил по аулам, встречался с народом и занимался просвещением. Главная цель педагогической деятельности Ахмеда Байтурсынова – вырастить и воспитать подрастающее поколение честным и трудолюбивым, верным родине, готовым продолжить его лучшие традиции. «Молодежь является надеждой лучшего будущего народа. Новое поколение должно находиться в руках обученных по-новому учителей. У них свежие мысли и знания. Если не будет затруднений, дети по-настоящему заинтересуются учебой. А чем лучше будут усваивать грамоту дети, тем больше вдохновятся обучать их родителей». Байтурсынов глубоко понимал, что подъем культуры можно осуществить только через всеобщее просвещение. В 1913 году в городе Оренбург он открывает газету «Казах». Вскоре к ее изданию примыкает Алихан Букиханов и становится одним из ее ведущих авторов. Сам, мастерски владея словом, в своих публикациях Ахмед Байтурсынов делился накопленным жизненным опытом. «Мудрость – это немеркнущий свет, неиссякаемое богатство. Так давайте пойдем и найдем его. Довольствуйтесь малым, будьте терпеливыми в нужде, не пренебрегая, цените то, чем владеете. Не вешайте головы, ровесники». Поговорки и пословицы автора и сегодня заставляют задуматься. «Гордыня, невежество – путь, ведущий в тупик, мудрость в бесконечность. Нет более благородного и великого дела для человека, чем быть хорошим отцом сыну, честным и верным служителем своему народу». Помимо этого, обращаясь в своих произведениях к читателям, Байтурсынов метко замечает, что для саморазвития необходимо стремиться к самодостаточности. «Если для народа главное богатство – здоровье, то главное богатство для души – знания и искусство. Только с их помощью народы находят свое место в цивилизации. Главное сейчас – дать знания молодежи, научить их ремеслу и профессии. Любое дело будет сделано хорошо и быстро, если его будет делать знающий человек. Это касается не только физического труда, но и умственного. И какая польза от искусства твоего и знаний, если применения таковым не было и нет?» задавал вопрос своим ученикам Ахмед Байтурсынов. «Быть истинным патриотом, честно и справедливо служить своему народу – именно этому сегодня учит история жизни Ахмеда Байтурсынова. Этот поистине выдающийся поэт и просветитель оставил за собой огромное наследие, благодаря которому воспитаны целые поколения. Сегодня быть добропорядочным, честным, справедливым, истинным патриотом своей страны – значит продолжить его путь. Ведь именно исповедуя эти ценности, наше новое поколение построит государство, о котором мечтали наши отцы. Мы должны помнить их самоотверженность и стремление к самосовершенствованию. Потому что добропорядочность – это неотъемлемая черта прагматичной нации и путь для успешного будущего». Дорогие ребята, на этом час добропорядочности подошел к своему концу. Всегда помните, что честность, справедливость, добропорядочность и уверенность в себе – это не врожденные качества, а приобретаемые. А значит, человек должен постоянно расти и саморазвиваться. Эти качества – ключ к успеху, который только в ваших руках. Продолжение следует...